Я Константин Рудинок, вратарь футбольного клуба «Динамо Минска». Константин, добрый вечер. Ты второй гость нашей рубрики «Знакомство с новичками». Давненько в «Минском Динамо» не было новых вратарей. Расскажи, как возник вариант с «Минским Динамо», как долго думал над ним? Ну, тут вопрос даже «думал я недолго». Люди, которые вели переговоры, которые позвонили, сказали, что есть такой вариант, предложили, сказали, что команда заинтересована, тренер заинтересован. Потом позвонил мне один из тренеров, сказал, что мы заинтересованы в тебе, собрали информацию, посмотрели, ты согласен? Ну, мы обсудили некоторые нюансы, я сказал, что да, конечно, согласен. Для меня это был хороший вариант во всех смыслах. И, в принципе, быстро все обговорили, и мне нужно было только владеть вопросы в России, потому что у меня еще был действующий контракт. Когда вопросы все позакрывал, приехал в Минск, подписал контракт, и уже с первого сбора работаю с командой. То есть все, в принципе, быстро и довольно гладко прошло. В Беларуси ты успел побывать довольно в большом количестве клубов. Были ли у тебя когда-нибудь такие мысли о том, чтобы когда-нибудь было бы очень круто попасть именно в «Минское Динамо»? В Брецком ты уже был. Ну, «Минское Динамо» особняком всегда, потому что команда с большой историей, как команда всегда говорят, именно в «Минское Динамо» у меня не было мысли, но я всегда хотел оказаться в большом клубе в Беларуси, побороться за высокие места. И я к этому ушел и знал, что все равно однажды я к этому приду. Потому что я знаю, что труд, работа, позитивные мысли в этом русле, в это русло, всегда привозят туда, о чем мечтаешь, можно сказать. И вот вышло так, что как раз-таки «Минское Динамо» заинтересовалась, и не было смысла отказываться. Когда мы тебя представляли, один из вопросов на викторине для наших болельщиков был такой, то что ты был тем человеком, благодаря которому «Минское Динамо» в 2017 году не стала чемпионом. Я вспомнил про матч с «Брестским Динамо», который ты отстоял на ноль, мы тогда уступили. Вопрос в чем, какими для тебя запомнились матчи против «Минского Динамо»? Как-то они отличались лично для тебя, вот выходя на поле, как вратарь? Ну, против «Динамо» не секрет, что все всегда играют, не в полноги условно. Все хотят «Динамо» обыграть. Я помню этот матч очень хорошо, когда я играл за «Брест», потому что я играл, там тоже такая ситуация была, я должен был уже до этого матча дебютировать за «Брест», но на разминке получил травму, и у меня была проблема там, ну, некоторые такие моменты медицинские мне мешали в том году. И вот как раз-таки с «Брестом» против «Минского Динамо» за «Брест», это была первая моя игра. Я настраивался на целую неделю, я знал заранее, что буду играть. Я готовился, и это была очень важная игра для «Бреста», потому что мы еще тогда могли бороться за какие-то медали. И акцентировалось на этом внимание, что игра важная, нужно победить. Ну и все удачно так сложилось, мы обыграли «Минского Динамо» тогда. Хотя игра очень сложная была, я помню, что тяжелые погодные условия, и игра такая была тяжелая, и у «Минского Динамо» были моменты. Но в итоге мы победили, задачу все выполнили. Этот матч мне очень запомнился. Если рассматривать твою карьеру, то, в принципе, твой последний клуб «Армавир», это был тот клуб, где ты, в принципе, играл почти всегда довольно-таки стабильно. Были ли у тебя какие-то сомнения в поводу того, стоит ли возвращаться в Беларусь, и успел ли ты соскучиться по нашему родному чемпионату? Ну, сказать соскучиться, ну, не стану так говорить, потому что в России мне очень понравилось, и Лига ФНЛ, она очень сложная. И для меня это, наоборот, меня это подстегивает все время. Вот какие-то трудности такие, не знаю, может быть, это уже я привык к этому, потому что надо их превозмогать, проходить. Не мечтал о возвращении в Беларусь, но как бы так сложились обстоятельства. Не только потому, что это Минская Динамо, скажу честно, просто там были еще некоторые нюансы и в самом клубе в «Армавире». Ну, так сложилось, я вообще ни о чем не жалею. Не жалею о том, что там был, полтора года играл, это было отличное время. И нисколько не жалею, что вернулся, и плюс сейчас в Минской Динамо. Ну, все только, везде только плюс, в принципе. Настало время рубрики «Очевидные вопросы», «Банальные ответы». Как тебе в нашем клубе? Супер. Вообще, прям вот без озрения совести супер. Только что вот как раз с Мишей это обсуждали. Честно, не ожидал, потому что знаю, что Динамо всегда был такой разношерстный коллектив, всегда много вопросов возникало, потому что и футболисты с амбициями, и тренеры всегда с амбициями, и клуб. Ну, сейчас прошло, наверное, полтора месяца. Ну, вообще, просто боюсь глазить. Все отлично идет, сборы идут, работа, все трудятся. Я еще заметил в России, что на самом деле, если сравнивать, белорусские футболисты отличаются вот этой стойкостью и терпением, на самом деле. В России, когда такие сборы тяжелые, когда такие, там, какие-то сложные моменты, там… Но белорусам без терпения никуда. Ну, к сожалению, в какой-то степени, да. На сборах ты живешь вместе с Мишей Козловым. Ваша комната – это, в принципе, наверное, хедлайнеры нашего юмора, наших приколов. Как живется с Мишей? Ну, мы не готовились к этому, чтобы стать хедлайнерами. Ну, как-то так вот последнее не повелось. Ну, не знаю, если ребятам нравится, как бы, понимаешь, если бы это не заходило, наверное, бы это все не продолжалось. Так, ребята, наоборот, просят, давайте, давайте, ребята, что-нибудь подготовьте, там уже какие-то фотографии, видео. Ну, вот мы лежим вечером с Мишей Кумекой, думаем. Прямо, действительно, процесс проходит у вас? Ну, бывает, обсуждаем, да, прям садимся в такой позе и обсуждаем. Что придумать на следующий день? Ну, конечно, надо же ребятам, чтобы нравилось. Ну, правильно, потому что на сборах без такого веселья никуда можно зачастливать. Абсолютно, конечно. В целом, как коллектив? Следующий банальный вопрос. Банальный ответ, опять же, повторяю, супер. Тьфу-тьфу-тьфу. Все супер вообще, все ребята молодцы. И самое главное, что на фоне того, что серьезные нагрузки, это все не отступает. То есть это позитив, все ребята искренне улыбаются, смеются, трудятся вместе. Ну, и как-то день за днем проходит намного легче. То есть, ну, опять же, это только лишь мое мнение. Не знаю, может быть, кто-то по-другому считает. Но я со стороны на это все глядя, я очень рад. То есть даже пускай какие-то там, если и будет неудачи, то уверен, что все вместе справимся. У тебя очень харизматичный тренер сейчас в Минском Динамо. Расскажи, как работать с Денисом Григорьевичем. Ну, харизматичный тренер, этим все сказано. Тренерам харизматичным всегда сложно, кажется. Но на самом деле нет. Все у нас, опять же, все проходит. Где-то это сложная работа, все это понимают. Но привносятся позитив, шутки, юмор. И все это проходит, в принципе, достаточно бесследно. И как и рабочие моменты мы обсуждаем, так можем и сесть все вместе о чем-то поговорить веселым, посмеяться, друг друга там подтравить. То есть это все присутствует. И, опять же, ничего не мешает. Все только складывается вместе, сопутствует. И работа отлично проходит. Довелось ли тебе с ним пересечься на футбольном поле? Нет, я вот как раз, когда он играл еще, если память не изменяет меня, в Жозино, я вот только начинал там за дубль играл в Гомеле, только карьера моя начиналась. То есть я на поле не заставил фееричные матчи его. Как с вратарями? Самый, наверное, главный вопрос. Супер, все, ребята. Денис Шпаковский, Макс Плотников. Отлично приняли меня. И мы все абсолютно в равных условиях. Нет такого, что я там старше их, а не младше. Нет, все, мы поровну работаем. У каждого есть игры, у каждого есть игровое время. Проявлять себя, есть тренировки. То есть, ну, меня все устраивает. Надеюсь, ребят тоже. Так сейчас получилось, к сожалению, у Макса Плотникова есть повреждения. Он не примет участие в двух наших матчах против московского «Динамо» и «Зенита». На самом деле, топ матчей для нас, я думаю, для всех ребят, которые будут играть, то же самое. Как для тебя? Я думаю, что у тебя будут шансы сыграть, может быть, и против «Динамо», и против «Зенита». Все-таки, понятное дело, то, что сборы, но тем не менее, как-то ждешь особенно вот этих встреч? Ну, естественно, это большие команды с хорошего чемпионата. Хочется и себя проверить на фоне этих команд. Ну, и, как бы, мне, опять же, это вызовы, которые я люблю. То есть, это будет очень интересно, и это для команды будет очень хороший матч, хороший спарринг. Проверить себя на фоне сильного соперника. Я обеими руками жду уже, считаю, сколько дней осталось до игр. А там уже все зависит от нас. У кого в команде самый сильный удар? На тренировках? На тренировках? Да. Вот против кого прям совсем тяжело было? Ну, кто-то не анализировал, так не готовился к такому вопросу. Ну, Даня хорошо бьет. Сегодня были как раз удары у нас на такие с подъемом, мощные удары. У Дани очень хороший, плотный удар. И самое, я вот заметил, что у него такие достаточно кучные мячи всегда летят. Он их раскладывает по углам. Очень неплохо. Ну, Даня отмечу, хороший удар у него. Про остальных ребят не знаю, не скажу. То есть, вообще, кого-то даже вот по силе удара тяжело пока выделить. Ну, Макса Шева сегодня выделяли. Сказали перед сборной, может, там, бутсы начистил на тренировку, готовится. Хорошо бил тоже сегодня. Ну, про Дани. Да, они молодец. Хороший удар. В целом, завершаем наше интервью таким вопросом. Когда подписывал контракт с Минским Динамо, о чем ты думал? Какие ты себе цели ставил? Может быть, какую-то планку? Чего хотел бы добиться ты, играя за наш клуб? Хотел бы добиться максимума, естественно. Насколько это возможно. То есть, опять же, говорить о местах – такое неблагородное дело, неблагодарное. Надо добиваться максимума, потому что, естественно, команда и по составу, и по амбициям, естественно, хочет быть только наверху. И я хочу просто коснуться этого, приложить эту руку, ногу и вместе с командой чего-то добиться. Не личные амбиции какие-то, это все на втором плане. Хочется именно помочь Минскому Динамо завоевать какие-то высокие места. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки под этим видео, следите за межсезонним Минского Динамо и, конечно же, болейте за нашу команду.